В прошлый раз мы говорили о том, будь счастлив, аллилуйя. И это решение, это решение. И некоторым людям в тот же вечер, некоторые люди пытались сделать их несчастными. Некоторые люди говорят, почему? Я вроде уверовал, вроде бы помолился, вроде бы все. Я сказал, я счастлив, я счастлив, я счастлив. И на следующий день я стал еще более несчастлив. Понимаете, слово, оно приносит плод через время. Но главное, чтобы это семя было посеяно. Когда люди сеют, они не говорят. Вот нашли уникальных людей, они живут где-то там в тайге, картошку садят, 30-го, а 31-го выкапывают уже. Говорят, как это у вас получать? Они говорят, кусать хочется. Все, что закопали, выкопали, на следующий день и съели. Никто не удивляется тому, что он приходит на следующий день, а там еще ничего нет. Но он знает, будет по-любому. Если Слово Божие ты принял, если ты уверовал, если ты его положил в свое сердце, оно обязательно принесет плод в твоей жизни. Аминь. Тем более ты принял решение, ты принял решение. Все, вы не сделаете меня несчастным. Даже если будете сильно стараться. Я все равно буду счастливым. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И заплакал. Но ты все равно, ты принял решение. Аминь. И сегодняшняя тема тоже. Прими решение. Только прими решение сегодня быть сильным. Аминь. Скажи своему соседу, будь сильным. Давайте откроем Псалом 67, 29. Бог хочет, чтобы мы были сильными. Быть сильным – это решение. И это решение угодное Богу. Вообще что-то не то. Псалтыр 67, 29, а показывает 30 стих. А. Бог твой предназначил тебе силу. Скажи это сам себе. Скажи. Бог мой предназначил мне силу. Аминь. Другой перевод, он мне нравится. Даже больше. Определил тебе Бог твой быть сильным. Аминь. Бог определил тебе, чтобы ты был сильным. И это наш удел. Это наша судьба. Мы должны быть сильным. Знаете почему? Потому что силу дает Бог. Аминь. Понимаете, когда мы говорим о том, кто такой сильный человек, люди по-разному могут. Мы не говорим сейчас о том, кто больше может поднять. О, если ты 100 килограмм не можешь поднять, в нашу церковь не заходи. Нет. Мы не говорим сейчас о той силе, когда люди, они могут унизить слабого, или унизить женщину, или у кого-то что-то забрать. Потому что Бог никогда это не называет проявлением силы. Бог никогда не назовет грех проявлением силы. Аминь. Нет, особо ума не надо для того, чтобы обидеть слабого человека. Но нужно быть сильным, чтобы помочь слабому человеку. Аминь. Нужно быть сильным, чтобы попросить прощения. Нужно быть сильным, чтобы взять себя в руки. Нужно быть сильным, чтобы контролировать свои эмоции и свои слова. Нужно быть сильным, чтобы принять решение и быть верным этому решению. Аминь. Для этого нужна сила. Нужно быть сильным для того, чтобы проповедовать. изгонять бесов, исцелять больных. Бог определил тебе быть сильным. Аминь. Бог, Он предназначил тебе сил. Бог, Он смотрит на свой народ, как на сильный народ. Церковь – это не просто сборище людей, которые нигде не состоялись, ничего у них в жизни не получилось, чтобы пришел в церковь за утешение. Бог – это не наркотик. Бог – это не алкоголь. Он не уводит человека от реальности. Он делает его способным справиться с реальностью. Аминь. Он делает его... Знаете, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в первой главе, последние стихи, и он говорит, что посмотрите на себя, посмотрите, кто вы избранные. Первая Коринфянам 1, 27. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. Немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Знаете, Слово Божье говорит, он говорит, посмотрите на себя, какие люди приходят к Богу. Это люди приходят в основном разрушенные. Это люди приходят в основном к проблемам. Это люди приходят, или внешне у них все разрушено, или внутри все разрушено. У человека может быть в жизни вроде бы устройство, другие могут ему завидовать, но человек внутри, он разрушенный, внутри он слабый, внутри он сдался. Он не знает, что ему делать, он не знает, куда ему идти. И Бог таких людей избирает. Но не для того, чтобы собрать и сделать такой хоспис. Не для того, чтобы ты пришел, тебе бах, жахнули обезболивающие, наркотик, укололся, укололся и упасть на дно колодца. Церковь это не дурка. Он говорит, что Бог избирает, но не для того, чтобы ты на всю жизнь остался слабым. Он говорит, он избирает тебя, чтобы дать тебе силу, которой в мире нету, чтобы дать тебе мудрость, которой в мире нету. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Он тебя избрал. Вот смотри, иди сюда, Зурик. Вот сюда встань. И когда Бог избирает тебя, то человек мира, который величается собой, и он может тебе сказать, покажи мне, сколько у тебя денег. Знаете, однажды один пастор проповедовал, и один человек подошел, и он достал огромный бумажник, забитый деньгами. Это было в 90-е годах, в 80-е. И он сказал, покажи мне, сколько у тебя денег, что ты такой умный. Он показал ему и сказал, вот мой Бог, вот мой Бог, я могу иметь все. Я могу иметь все. Я могу жить в самых лучших отелях. Я могу есть самую лучшую еду. Я могу купить красивых женщин. Вот мой Бог. И потом, знаете, что делает Бог? Бог хочет не просто тебя, верующий брат и сестра, не просто тебя сделать нормальным. И вот, знаете, люди говорят, вот, раньше у меня не было денег, а сейчас я рублю. И у меня теперь есть семья. У меня теперь есть... Бог не избрал тебя быть нормальным. Я не говорю о том, что работать плохо, но когда люди, они говорят, теперь я нормальный. И потом, знаете, им стыдно сказать кому-то, что он верующий. Им за Бога как бы стыдно. Бог не избрал тебя для того, чтобы поднять на этот уровень. Он избрал тебя, чтобы ты поднялся выше этого уровня. Чтобы посрамить не... не... Богу воздаем. Аминь. Бог хочет сделать нас сильными. Бог определил тебе быть сильным. Он определил тебе быть сверхъестественным. Сверхъестественная сила, сверхъестественная мудрость, сверхъестественная защита, сверхъестественное обеспечение. Аминь. Так что, ничего не надо делать. Все надо делать. Но не остановиться. Не остановиться просто на том, чего люди просто могут в мире без Бога достичь. И потом однажды этого пастора позвали в больницу молиться. И он молился за одного человека. И он услышал стон, хрип в соседней кровати. И там лежал живой труп. И он говорит, вы не узнаете меня, но говорит, это я, тот человек, который показал вам деньги и сказал, вот мой Бог. И он говорит, я умираю, мне осталось жить пару дней. И он говорит, мой Бог, Он не может меня спасти. Мой Бог не может мне помочь. И он молился за него, и тот принял Христа. Понимаете, что Бог, Он хочет, чтобы церковь, да, вот мы смотрим, и мы там говорим, вот там пришли там люди, поехали мы там, наркоманы там все. Бог, Он не хочет, чтобы ты всю жизнь по репцентрам шлялся. Бог не хочет, чтобы тебя всю жизнь там из запоя выводили. Бог не хочет, чтобы ты всю жизнь просто смотрел на других людей, кто бы тебе помог. Бог хочет сделать тебя свободным человеком. Бог хочет сделать тебя для кого-то благословением, для кого-то ответом. Аминь. Это нормально, когда тебе кто-то помогает, и всю жизнь ты будешь нуждаться в чьей-то помощь. Аминь. Но должно прийти время, когда и ты начнешь кому-то помогать, когда и ты начнешь кого-то благословлять. Аминь. Это значит сильный. Сильный не тот, кто может взять, сильный тот, кто может дать. Аминь. Спасибо, Игорь. Кстати, там был чемпионат по футболу. И два года наши все время проигрывали в финале. И этот раз они ехали, они такие злые ехали. Ну, в смысле злые, подготовленные. Они даже ворота сделали. И у нас в финале играло две команды из Днепра. Так что они такие были злые. Что заняли и первое, и второе место наше. И главный приз – четыре тысячи. Что на них повлияло, больше я не знаю. Но они выиграли. Аллилуйя. Бог определил тебе быть сильным. Кто такой сильный? Первое. Сильный – это способность служить. Деяние 1.8. Иисус сказал, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Знаешь, когда Дух Святой пришел в твою жизнь, в твою жизнь пришла сила. Он сказал, «Вы примите силу, и вы будете мне свидетелем». Знаете, что такое быть свидетелем Иисуса Христа? Это значит делать то же самое, что делал Он. Бог хочет, чтобы ты был сильным. Бог через тебя многих людей исцелит. Бог через тебя хочет людей спасать. Ты боишься бесов. Бесы боятся тебя больше. Ты страшнее для бесов, чем бесы для тебя. Тебя боятся бесы. Они не тебя боятся. Они боятся Духа Святого. Аминь. Потому что Иисус сказал, «Если я с силой Божьей изгоняю бесов, то приблизятся к вам Царство Божье». Аминь. Иисус сказал, «Вы примите силу». Поймите, быть сильным – это решение. Это не то, что тебе надо делать. Это то, что Бог верующим дал. Он определил тебе быть сильным. Ты сильный по определению. Ты сильный, потому что с тобой Бог. Аминь. В моей жизни были люди, с которыми я ничего не боялся. Потому что все боялись их. У меня в армии был друг, его все боялись. А я вот так ходил. Потому что они знали, что если они будут связываться со мной, им придется связаться с моим Духом. Другом. И знаете, были некоторые, которые меня ненавидели. Просто ненавидели. И они ничего не могли сделать. Я выходил. И что? Что ты хочешь сказать? Ты на ушко мне скажешь. Знаете, некоторые люди говорят, что вы гоните на дьявола? Что вы так себя ведете, вызывающий? А что мы с ним должны переговоры вести? Что вы быкуете-то? Мы быкуем не потому, что мы вот такие вот страшные, а потому, что с нами Господь. Аминь. Господь пришел, и Он ходил, и Он приходил и говорил, так, все, бесы, пошли вон. Они бедолаги и строили, и строили, и строили, и проклятие налагали, из поколения в поколение. Кого-то вытягивали, кого-то заставляли, кого-то, кто-то посвящался уже. Они работали, они тебе вот такой мешок грехов заработали. И Христос приходит и говорит, все, оплачено, твои грехи оплачены, все, выкинь это. Выкинь это, этого нет. Дьявол хочет справедливости. Он законник. И он говорит, не-не-не, как нету? Это же было в твоей жизни? Ты же украл копилку. Я недавно вспомнил, когда я был маленький, я из копилки деньги воровал. Вытаскивать. Научился, ножик туда засовывал, раз, щук, щук, щук. Я вот даже это тебе может напомнить. Скажешь, ты вор. Как ты вообще? Ты воровал деньги из копилки. Иисус говорит, за все заплачено. Аминь. Ты сильный. Ты не вор. Ты праведник. Аминь. Я вышел на молитву покаяния. И я сказал, Бог, прости мои грехи. Иисус исповедал меня перед Отцом. И Он сказал, в тот момент, когда я висел на кресте, я умирал за Его грехи. Потому что, когда ты исповедуешь Его Господа, Он исповедует тебя перед Отцом. Аминь. Аллилуйя. Сильный – это тот, который может служить. И Бог дал нам силу для того, чтобы служить. Аминь. Я верю, что Бог дал людям некоторым особую силу. Некоторым Бог дал особые дары. Но силу Бог дал всем. И я уверен, что больше людей приводят в церковь не евангелисты, а обыкновенные люди. Потому что ты одного, двоих, может быть, привел, а все вместе, сколько привели. Аминь. Есть люди, которым Бог дал особенную силу, но это не их заслуга. Если человек, если Бог дал человеку служение, если он пророк, или апостол, или пастор, это не значит, что он лучше других. Это не значит, что он особенный. Это не значит, что он умнее других. Это значит, Бог ему доверил. Аминь. Знаете, можно деньги зарабатывать, а можно просто получить. Как стать богатым за один день? Да никак, просто если кто-то тебе не даст денег много. Аминь. А так ты будешь долго думать и богатеть. Долго будешь Наполеона Хилла читать. Который этим и зарабатывает, что книжки пишет для нас. Кстати, он верующий. Второе. А, какая разница. Наполеон, что торт, что Хилл, что Бонапарт. Второе. Сильный человек, это тот человек, у которого слова не расходятся с делами. Аминь. Иисус сказал, Матфея 5,37, Он сказал, ну да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Аминь. Знаете, это, это нелегко, потому что говорить легко. если бы мы делали бы все то, что мы говорим, все то, что мы обещаем, мы даже привыкаем, даже Богу что-то обещаем, и потом не делаем. Сильный человек, этот человек, он сказал, но да будет ваше, да, да. не просто да, а и сделал да. Аминь. Ты придешь, да. И знаете, иногда, вот есть такие люди, ты у него спрашиваешь, ты придешь, он говорит, да, и ты улыбаешься, потому что ты понимаешь, что это уровень чуда. Или есть люди, когда договариваются, во сколько встретимся, давай в час, и ты понимаешь, ну, можно, в принципе, часа в три подъехать еще, как один брат. А где Антоша тебе? За реабилитантом? Он говорит, давай деньги, жди здесь два часа. Если меня через два часа не будет, жди еще два часа. Знаете, это одно из самых вообще трудных заданий, которые дает нам Бог, это укротить свой язык. Аминь. Написано, его никто укротить не может. А он приводит пример коней. Кони. И им, когда их хотят остановить, им больно делают. Это язык все равно, хоть тебе, хоть тебя конем сделай. если мы хотим быть сильными, то нам надо ничего не обещать, если ты не собираешься это делать. Аминь. Потому что иногда люди, они говорят просто, знаете, чтобы быстрее разговор закончил. Просто чтобы там, это, просто чтобы, а у тебя проблемы, хорошо, я тебе помогу. И он не думает даже помогать. Просто сейчас, ну, такая ситуация, надо выглядеть, надо выглядеть хорошо. И поэтому я что-то сказал, и поэтому я что-то там пообещал. И понимаете, пустые слова, они лишают нас силы. Аминь. Пустые слова лишают нас силы. Один пастор рассказывал, когда-то он молился, и Бог показал ему видеть паровой котел, у которого была приоткрыта крышка, и оттуда с огромной вообще силой вырывался пар. Он сказал, Бог, что это? Он сказал, это так выглядят многие верующие. В них есть сила, но из-за своего пустословия, из-за того, что они не используют эту силу, из-за того, что они просто выпускают это все как пар. И знаешь, если твои слова не имеют силы, то они не имеют силы потом во всем. Они не имеют силы, когда ты бесов изгоняешь. Они не имеют силы, когда ты запрещаешь болезням или каким-то бурям в твоей жизни. Аминь. Иисус сказал, пусть ваше слово, пусть ваше да, оно будет да. Если ты пообещал, то ты должен это сделать. Книга Экклесиас 5.4 написано, что лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. Бог не заставляет никого ничего обещать, но у Бога особое отношение с теми, кто обещает что-то. Особое отношение. Ты в Библии, если ты изучишь жизнь героя веры, ты увидишь, это были люди, которые Богу что-то пообещали. Что-то они какие-то обеты Богу. Есть некоторые вещи в твоей жизни, которые ты получишь только через то, что ты с Богом заключишь, какой-то завет, какой-то обет ему даже. Почему это так? Я не знаю, почему, но Бог смотрит, насколько серьезно. Если ты будешь читать 11 главу евреям, и там написана жизнь героев веры, то ты там прочитаешь, что среди героев веры есть имя человека, которого звали Иефай. Иефай. Знаете, почему он назван героем веры? Он сказал Богу, он сказал, Бог, дай мне победу, и первое, что выйдет из ворот, я принесу тебе в жертву. И он, Бог дал ему победу. И когда он возвращался домой, его дочь вышла, первая из ворот. И он исполнил свое слово. И он записан как герой веры. Я всегда это понимал буквально. Потом я там читал разные эти толкования там успокоительные, что типа он ее не убил, мол, не сжег там, а навсегда как бы, ну, она была посвящена Богу, где-то была там закрыта, где-то вот. Ну, то есть все равно у ней жизни не было. У ней не было своей жизни. И он сделал это только по одной причине. Он понимал, с Богом шутить нельзя. лучше вообще, написано, лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Аминь. А оно, знаете, легко обещать, когда ты такой ля-ля-ля-ля-ля, у тебя вроде все нормально. Ты только пообещал, бум-бум-бум-бум. И именно то, что ты пообещал, для тебя может стать вообще самым трудным и самым тяжелым. один человек пообещал Богу отдавать 20% со своего дохода. Потом он пообещал 30%. И потом он практически разорился. Ему было очень трудно. Но он понимал, лучше разориться, чем не сделать то, что Богу пообещал. Тем более Бог не заставляет тебя. Но он в своей жизни искал этого. Чтобы лично иметь отношение с Богом. Чтобы видеть лично Бога в своей жизни. И этот человек в итоге он стал миллиардером. И он сегодня отдает Богу 95%. И 5% ему так на все хватает. И он это не сделал для того, чтобы обогатиться. Он это сделал для того, чтобы сделать крепкими свои отношения с Богом. Когда люди принимают водное крещение, друзья, мы обещаем Богу, что и мы обещаем это на всю жизнь. Аминь. Когда люди заключают брак, они обещают, перед Богом обещают. Есть такие вещи, которые мы Богу обещали, и мы можем даже забыть. А Бог не забывает об этом. И поэтому быть сильным, кто такой сильный человек? Сильный человек это тот, у кого слова не расходятся с делами. Аминь. Скажи, Бог, сделай меня сильным. Мы все хотим, чтобы у нас поменьше было проблем из-за нашего языка, из-за наших слов, из-за наших таких мы можем на эмоциях чего-то наговорить, но иногда мы действительно в духе обещаем, что это Бог. Иногда действительно в духе Бог производит тебе это желание, ты можешь Богу что-то пообещать, потом ты можешь выйти из тайной комнаты и подумать, ого, что я такого наговорил. Знаете, как летит один сорвался с небоскреба, и летит, и говорит, Бог, спаси, пожалуйста, спаси, все, я все понял, я грешник, я не буду пить, я не буду блудить, я не буду воровать, и падать прямо в сток сен. Стоит и говорит, фу, пять секунд летел, а такой ерунды наговорил. Когда нам тяжело, мы вообще готовы Богу все, что хочешь пообещать, а потом раз, и человек становится рассудителем. Так, ага, нет, да не надо смотреть на себя, это ты наобещал, это ты наобещал. Ну, знаешь, Господь, я сделаю так, сделай так, и ты увидишь его славу в своей жизни. Аминь. Когда-то мы с женой пообещали, что мы будем служить своим домом, Богу. У нас не было своей квартиры, мы снимали квартиру, и Бог дал нам квартиру сверхъестественную. Ну, как сверхъестественную? Конечно же, за деньги, но нам дали квартиру в рассрочку, и мы каждый месяц отдавали определенную сумму, и все эти деньги, все эти деньги, это были деньги, которые приходили к нам со стороны, как благословение. Я работал на шахте, и я ни разу, я не помню, я, может быть, и могу ошибиться, но, по крайней мере, я вот, насколько помню, я ни разу не платил эти деньги со своей зарплаты. Да, нам помогали родственники, да, но раньше нам родственники не хотели помогать. Но, понимаете, квартиру-то мы получили, а потом служить этой квартирой. Квартиру получили мы за неделю, а служить всю жизнь. Ладно, там это, у нас двухкомнатная была. У нас было сколько тогда детей? Когда приехали братья, братьями, которые стали. Андрей, Луиза. Двое, да? И мы думали, класс, у нас своя квартира, тут приезжают мои два друга, которые скрывались от правосудия. И, знаете, в такие моменты ты понимаешь, ну, их-то надо спасти. Мы берем их к себе жить. Они живут у нас в двухкомнатной квартире, где мы живем с детьми. Не на съемную. Не, на съемную у нас тоже постоянно жили. У нас еще не было квартиры, мы уже Богу пообещали. и так было всегда. Приходила библейская школа, никогда мне не хотелось брать студентов, потому что студенты, от них нету пользы. И у них всегда хороший аппетит. Когда они уезжают, просто такое впечатление, ты не знаешь, что они там делали. Какие-то ритуалы, что ли. мы всегда помнили, мы пообещали Богу, мы пообещали Богу, мы пообещали. Мы живем здесь, наши дети сейчас здесь учатся. Наша квартира в Першатравинске, там живут люди, там живет семья с Донецком, с детьми. Они не могут платить, за квартиру. Я не сказал, кто хочет жить. Я помню, что я обещал Богу. И я знаю, всегда для меня это было неудобно, но всегда я видел потом такое благословение Божье в своей жизни. Аминь! Поэтому братья и сестры, если что-то говоришь, делай. Бог поможет тебе, и ты никогда об этом не пожалеешь. Аминь! Третье сильное это тот, кто владеет собой. Притча 16-32 долготерпеливый, лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Притча 25-28 что город разрушенный без стен, то человек не владеющий духом своим. Знаете, человек, который не владеет собой, Библия сравнивает его с городом, у которого разрушены стены. Раньше единственной защитой города были стены. Город без стен это город, который легко мог любой завоевать. И Библия говорит, что человек, который владеет собой, он лучше, чем завоеватель города. Что значит владеть собой? Я говорил прощать. Иногда надо взять себя в руки, иногда надо что-то заставлять. Владеть собой это самое трудное. Потому что знаешь, когда ты кому-то даешь советы, ты не находишься в его состоянии. Когда ты кому-то что-то приказываешь, ты не можешь понять вообще, что с ним происходит на самом деле. Но ты хочешь чтобы люди понимали, что с тобой происходит. Ты хочешь, чтобы люди понимали, как тебе тяжело встать и заставить себя пойти молиться. Ты хочешь, чтобы тебя понимали, 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 понимали. И в итоге люди настолько распускаются. они во всех делают виноваты. Всех делают виноваты. А проблема в тебе, а проблема в том, что надо победить себя. Проблема в том, что надо починить себя. Аминь. Я проповедовал сейчас на палатке, и тут я тоже говорил об этом за одного брата, который взял пост молчания на три месяца. Три месяца молчал. Знаете, почему? Он понял, что проблема в нем. И все, 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 все проблемы у него были из-за его языка. И он просто решил, что лучше вообще не говорить, чем говорить. Он три месяца ни с кем не разговаривал. Это очень трудно. Но он победил себя. Знаете, он был отступником. Он был где-то на десяти или на двадцати наверное реабилитация. у него разрушилась семья. Знаете, после этого поста, когда он просто научился молчать, у него восстановилась семья, он сегодня служит Богу. У него еще, да, родился там ребенок или нет? Да? Уже двое у него. Как ты не знал, дорогой? А первый у него, ну у него родился ребенок. Надо с собой бороться, братья и сестры. Можно найти всегда виноватых, но ничего в твоей жизни не изменится, пока ты не начнешь побеждать себя. Аминь. И люди, они просто ходят, и они нарываются, нарываются, нарываются. Знаете, надо, чтобы кто-то их спровоцировал, чтобы они все-таки согрешили. Вот если бы он так не сказал, вот если бы он так не поступил, вот если бы он надо себя победить, аминь, а не найти виноватого и сказать, а, все, Леха виноват. Что, переоделся, да, в вышиванке, а ты ж с России, я знаю. Мы всех можем сделать виноватыми, но твои проблемы, это твои проблемы, и тебе надо побеждать, апостол Иаков говорит, что каждый скушается, обольщаясь собственной похотью. У каждого есть своя похоть, у каждого есть свои духовные убийцы, у каждого есть свои слабости. И для меня, мне не надо побеждать то, что ты должен победить. Точно так же, как и мне. Человек, который на репцентре, ему надо победить, победить этот дух наркомании, а для кого-то это никогда не было проблемой. Михайловна, вам охота уколоться время от времени? Знаете, почему не охота? Потому что это не было никогда, ее похоти. Но при всем почтении, у Михайловны свои есть тоже вещи, с которыми надо сражаться. Аминь. У всех есть. сильный человек это тот, который побеждает свои проблемы. Аминь. А не тот, знаете, я вообще уже не знаю, о чем разговаривать. Иногда собираются служители между собой и все. И он говорит, он не прав, нет, он не прав, а ты вот это, а ты вот так, а ты вот так, а если поговорить. Приходит семья, у них проблемы. Он такой, она такая, а ты такой, а ты такая. И знаете, как в карты играет. Дама козырная, король, туз. И все равно никто никого не может победить, потому что у тебя свои проблемы, у нее свои проблемы. И если каждый своими проблемами начнет заниматься, тогда мы победим. Аминь. Мы хотим, чтобы все изменились, так нам опять что-то не будет нравиться. Пришел в церковь, то темно, то светло, то громко, то тихо. Четвертое, сильный человек, это тот, у которого есть мечта, у которого есть идея. Идея. Идея от Бога. Не идея нахожусь, а идея от Бога. Сила, она приходит на цель, сила, она приходит на идею, сила приходит на видение, обеспечение приходит на видение, команда приходит на видение. ты не призван объединять людей вокруг себя ты призван объединять людей вокруг мечты аминь все люди в Библии не имели мечту Авраам мечтал о народе когда у него не было у него не было детей но Бог сказал ему у тебя будет столько детей сколько звезд на небе написано и он поверил Богу и Бог ему вменил это в праведность и Бог дал ему силы аминь и от него действительно произошел великий народ и верующие все верующие это потомки Авраама мы часть его мечты Авраам давно с Богом а его мечта до сих пор работает у тебя должна быть большая мечта у тебя должно быть большой аминь Давид мечтал о том, чтобы построить дом Богу представьте, как можно до такого додуматься он ходил, ходил представьте, он думал о Боге он думал, какой классный Бог и у него была палатка там было Божье присутствие и у него появилась мечта построить дом для Бога дом для Бога знаете, некоторыми людьми когда мы разговариваем мы иногда понимаем о чем мы думаем о чем мы мечтаем о чем вообще что нас волнует он думал, построить дом представь, на земле стоит дом и люди спрашивают а кто здесь живет? и он говорит, Бог говорит, мой Бог говорит, хочешь познакомиться? пошли и люди попадали бы в Божье присутствие он на таком мечтал он на таком мечтал знаете я читал там одни предания и там где как бы про Иисуса писали еврейские которые не признают Иисуса но они говорили, что когда люди приходили в храм и когда слава Божья сходил и когда люди попадали в эту славу Божью то Бог открывал им свое имя настоящее и они когда там в этой славе молились они получали все ответы они, когда в этой славе молились используя имя Бога они творили чудеса исцеляли но когда они выходили из Божьей славы из Божьей присутствия они забывали это имя и говорит, это имя можно было только когда человек мог только его знать в Божьей славе и говорят, что Иисус он пришел однажды в храм и когда он это имя узнал то он написал его разрезал себе кожу и засунул где-то там в бедре или где-то там я не знаю где-то в области ноги и потом говорит он вышел и как все ну тоже забыл и потом когда у него начало гнить он достал и прочитал имя и этим именем типа он творил там чудеса ну такой бред религиозный но Давид он знал настоящее Божье присутствие и он мечтал чтобы вот так вот вот так я построить дом хочу вы знаете Бог сказал Давиду ты не построишь мне дом потому что у тебя руки в крови потому что это был все-таки Ветхий Завет но чертежи Бог дал Давиду идеи Бог дал Давиду деньги Бог дал Давиду он просто Соломону все дал и сказал на построй у меня только одна проблема у меня руки в крови поэтому ну такими руками Бог не хочет чтобы ему дом построить он сказал ты построишь этот дом но я все тебе дал я заготовил вот тебе чертежи вот тебе комнаты вот так вот так вот так о чем мечтают люди братья и сестры о чем мечтаем мы ведь у нас тот же самый Бог который раскрылся даже больше для нас чем для людей в Ветхом Завете Аминь Авраам мечтал о народе Давид мечтал о храме Иисус мечтал продолжает мечтать что мы будем любить друг друга он сказал из того узнать что вы мои ученики что вы будете иметь любовь между собой и мне кажется что верующие все больше и больше хотят доказать что эта мечта не сбудется а я говорю сбудется Аминь он до сих пор мечтает о церкви которую врата ада не одолеет и это будет потому что это его мечта Аминь и он дал нам чертежи он дал нам слово он дал нам силу Аминь не для того чтобы мы для себя жили а для того кто умер за нас и воскрес Аминь однажды в одной семье в Америке в афроамериканской семье пастора баптистского родился сын его назвали его звали Мартин Лютер Кинг Мартин Лютер Кинг кто-то слышал о Мартин Лютере Кинге это не Мартин Лютер да это чернокожий проповедник он был проповедником баптистской церкви потом он он был пастором рукоположенным и у него есть речь под названием у меня есть мечта которую он произнес в 1963 году он в 15 лет выиграл какой-то там в Америке престижный какой-то конкурс ораторского искусства его речь которая называется у меня есть мечта признана самой лучшей речью 20 века какой-то там ассоциации всяких вот я просто сегодня перечитывал и я читал о его жизни его биографии и он в основном известен как борец за права чернокожих да как политический вернее общественный деятель но он был верующий рожденный свыше он всегда в своих выступлениях цитировал библию он был проповедником он был пастором и в 64 году он он получил нобелевскую премию ему было всего лишь 35 лет или 34 да когда он получил нобелевскую премию и я хотел маленький отрывок прочитать из его этой речи он говорит хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра у меня все же есть мечта знаете есть разные трудности если у тебя есть мечта тебя не остановят никакие трудности если у тебя есть мечта то ты не свернешься этого пути бог сказал что ты будешь головой а не хвостом ты не будешь идти за обстоятельства ты будешь идти через обстоятельства и ты будешь побеждать аминь знаете очень трудно когда у человека нет мечты дух святой сегодня с нами для того чтобы каждый из нас он имел мечту большую мечту чтобы наши мечты они были больше чем просто людей этого мира наша цель не просто стать нормальным наша цель бог избрал чтобы сделать тебя сильным аминь сильным он сделал тебя сильнее атак дьявола он говорит я сделаю лицо твое как кремль он сказал все будут разбиваться кто будет с тобой воевать аминь мы не хороним никого видите прославление он уже давно умер кстати его застрелили его убил снайпер ему было 39 лет он прожил короткую жизнь но его мечта изменила всю Америку знаете о чем он мечтал 50 лет назад эта речь была сказана в 63 году прошло 50 лет 51 и всего лишь 50 лет назад это было мечтой одного человека это было мечтой в которую вообще не верили даже верующие в Америке даже пастора в Америке никогда в Америке черные вместе с белыми не могли находиться вместе они не могли даже на библейской школе учиться черный только потому что у него другой цвет кожи это было так сильно укоренено но знаете если ты будешь мечтать о свободе ты будешь свободен если ты будешь мечтать о победе ты победишь никто не может остановить человека у которого есть мечта аминь можно чуть-чуть и он говорит я мечтаю что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа мы считаем самоочевидным что все люди сотворены равными я мечтаю что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за одним братским столом я мечтаю о том что наступит день и даже штат штат Миссисипи изнемогающие от жары несправедливости и гнета превратится в оазис свободы и справедливости я мечтаю что придет день когда мои четыре ребенка будут жить в стране где они будут судимы не по цвету их кожи а в соответствии с их личностными качествами я мечтаю сегодня я мечтаю сегодня что однажды в Алабаме с ее злобными расистами и губернатором с губ которого слетают слова о вмешательстве и аннулировании в один прекрасный день именно в Алабаме маленькие черные мальчики и девочки возьмутся как сестры и братья за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками Мартин Лютеркин 28 августа 1963 года его речь она больше это отрывок из него она признана лучшей речью 20 века и он говорил о мечте это то во что никто не мог верить прошло всего лишь 50 лет прошло меньше 50 лет и президентом Америки стал чернокожий 50 лет до этого кто-то мечтал что однажды черные и белые смогут сидеть за одним столом верующие знаешь твоя мечта делать тебя сильным Аминь твоя мечта я не знаю о чем ты мечтаешь но Бог хочет дать тебе такую мечту которая станет ответом для миллионов Аминь Аминь так однажды мой пастор мечтал что наркоманы будут спасаться это было всего лишь 20 лет назад и от первого спасенного наркомана его как обезьяну возили как Шарикова смотрите он уже месяц не колется Нас нас пригласили на первый канал в Украине и показывали по центральному телевидению и там сидел нарколог Украины который ни одного наркомана за свою жизнь не спас нас приехал целый автобус людей которых Бог освободил но все началось с того что один человек он просто начал об этом мечтать о чем ты мечтаешь о чем ты молишься просишь ли ты у Бога благодать чтобы в нашей церкви по молитве не было ни одного ВИЧ инфицирован или ты мечтаешь о том чтобы сегодня у тебя были новые кроссовки если тебе для этого только Бог нужен Бог хочет сделать тебя сильным нельзя назвать сильным человека который мелко думает нельзя назвать сильным человека который эгоист нельзя назвать сильным человека который он не мечтает о чем-то великом я когда опять перечитывал эту речь Мартина Людова меня это зацепило что может мечта что может человек если человек ничего в жизни не хочет ему невозможно помочь ему невозможно помочь если человек который ничего не имеет но который от Бога берет и говорит твоя мечта это теперь моя мечта я буду жить для этого ты мечтаешь обо мне я тоже буду мечтать о себе ты мечтаешь о церкви я тоже буду об этом мечтать ты мечтаешь о том чтобы перевернуть эту землю сколько можно нам страдать пусть Украина станет свидетелем того что Бог может сделать аминь мечтаешь ли ты о том чтобы дернуть отсюда или мечтаешь ли ты изменить эту землю сделать ее счастливой если мечтаешь дернуть дергай быстрее но я тебе скажу если это не воля Божия ты там будешь несчастным даже с пингвинами даже в Америке братья и сестры хочу чтобы мы сегодня молились Бог определил тебе быть сильным аминь ты должен быть сильным ты можешь быть сильным Бог дает тебе силу он сказал вы примите силу когда сойдет на вас дух святой аминь давайте склоним свои головы скажи Господь я сегодня принимаю решение жить в твоей силе ходить в твоей силе ходить в твоей победе дух святой помоги мне я хочу быть сильным словах и делах я хочу быть сильным в служении я молюсь о том чтобы у меня была мечта чтобы у меня была идея от тебя Господь производи во мне свои желания сделай меня ответом сделай меня благословением для многих людей которые сегодня нуждаются в тебе не знают тебя аллилуйя